Бог сказал им, идите к людям и скажите им, поклоняйтесь одному Богу, и что вы посланники Бога. Он дал им то, что отличало их от остальных людей. Поэтому, когда люди увидели то, с чем они пришли, они поняли, что они истинные пророки. Например, пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, пророчествовал о том, что происходит в наши дни. Он упомянул об этом 1400 лет назад. Хорошо? Например, одно из пророчеств, о которых он сообщил нам. Он сказал, наступит время, когда босоногие арабы-бедуины будут соревноваться в строительстве самых высоких зданий. Когда пророк Мухаммад упомянул об этом, арабы не были известны тем, что они строили высокие здания. Те, кто были известны, это персы, римляне, египтяне и греки. Позволь мне спросить тебя, где находится самое высокое здание в мире? Дубай. Поэтому вопрос, который приходит нам на ум, как этот человек мог знать это? Я имею в виду, это не случайное пророчество, а конкретное, точное и в деталях. И другое пророчество. Пророк Мухаммад, алейхи саляту ассалям, сказал мусульманам. Придет время, когда мусульмане захватят Константинополь. Ты знаешь Константинополь? Ныне Истамбул. Это произошло через 800 лет после смерти пророка Мухаммада, алейхи саляту ассалям. Опять же, как он узнал это? Ты знакома с Библией? Я покажу тебе кое-что. Потому что я хочу, чтобы ты увидела, что если ты действительно собираешься стать мусульманкой, иншалла, ты станешь мусульманкой. Потому что в исламе мы не просто слепо верим. Нет. Но потому что, как мусульмане, у нас есть ощутимые доказательства, подтверждающие, что пророк Мухаммад, алейхи саляту ассалям, истинный пророк. Пророк Мухаммад, алейхи саляту ассалям, пришел к иудеям и христианам, и сказал им, что его имя и его описание есть в Библии. Некоторые из них сказали «нет» и отвергли это. Я покажу тебе кое-что. Извини, что отнимаю у тебя время. Это пророчество в Исайе 42. Слуга придет, чтобы прославить Господа. Итак, чтобы прояснить это пророчество, Исайя был пророком, который пришел до пророка Мухаммада, алейхи саляту ассалям, после Якова и Моисея. Итак, он пророчествует о ком-то, кто придет в будущем. Итак, он сказал, «Вот слуга мой, которого я поддерживаю, избранный мой, которому благоволит моя душа. Я возложил дух мой на него. Он принесет справедливость язычникам». Ты знаешь, кто такие язычники? Этот пророк придет к язычникам, хорошо? И далее он продолжает упоминать его описание. Я собираюсь показать тебе главную мысль здесь. Он говорит, «Города и пустыни, поля и кедара, восхваляйте Господа, воспевайте Господа, живущие в села, пойте с вершин ваших гор». Итак, здесь упомянуты два имена. Место и человек. Кто такой кедар? Мы смотрим в Библии 25.13, и там говорится, кто такой кедар. И это слово – это имя одного из сыновей Измаила. Здесь говорится, по их именам, согласно их поколению, первые сыновей Измаила – Новоиов. Затем кто? Кедар. Так что этот пророк не происходит из рода сынов Израиля. Иисус же вышел из рода сынов Израиля. Единственный пророк после Исаии, который происходит по линии кедара, это пророк Мухаммад, алейх салату ассалам. Мусульмане и немусульмане – все согласны с этим. И вот еще. Пусть жители села и поют. Пусть они воспевают Господа с вершин гор. Если ты погуглишь местоположение села, смотри, гора села. Я покажу тебе местонахождение горы села, и ты будешь удивлена. Смотри. Видишь местоположение? Это Медина, ныне в Саудовской Аравии. И ты должен знать, что во время пророка Мухаммада, алейх салату ассалам, у него не было доступа к этим Библиям. Во время пророка Мухаммада, алейх салату ассалам, Библия не была переведена на арабский язык. Так откуда пророк Мухаммад узнал об этом пророчестве? Потому что Аллах сказал ему, понимаешь? Смотри. Каждый человек рождается с врожденным ощущением, что Создатель существует. И нужно поклоняться ему. Пророк Мухаммад, алейх салату ассалам, упомянул об этом 14 столетий назад. Он сказал, что каждый новорожденный рождается с естественной склонностью. Что такое естественная склонность? Это врожденное понимание, что Создатель существует. И мы должны поклоняться ему. И теперь. Было проведено исследование в Оксфордском университете, какова изначальная склонность людей. Верить в Бога или не верить в Бога. Итак, что они сделали? Они выбрали детей из разных частей мира и задали им вопросы. И они пришли к выводу. Это было через несколько лет. Это исследование проводилось на протяжении трех лет. И они потратили около одного миллиона долларов на это исследование, на этот проект. И они узнали, что дети рождаются с верой в Создателя. Но пророк Мухаммад, алейх салату ассалам, упомянул об этом 14 столетий назад. Опять же, как он узнал об этом? Потому что это от Бога. Так что я говорю, помнишь, мы ранее согласились, что у нас есть цель быть здесь? Какова цель нашей жизни? Чтобы поклоняться Создателю. Позволь мне привести тебе пример. И я всегда привожу этот пример. Если я дам тебе два миллиона фунтов, что ты мне скажешь? Я скажу спасибо. Ты будешь помнить обо мне все время? Ты будешь помнить меня? Да-да. Да, ты будешь помнить меня. Ведь это два миллиона фунтов. Хорошо. Давай посмотрим на это так. Я дам тебе два миллиона фунтов, при условии, что ты отдашь мне свои глаза. Ты сделаешь это? Нет. Потому что твои глаза более ценные, чем два миллиона фунтов. А как насчет того, кто дал тебе глаза даром? Почему бы тебе не благодарить его? Да, это нужно делать. Видишь, мы должны помнить его и благодарить. Скажем, кто-то придет с оружием и попытается убить одного из нас. Мы будем либо защищаться, либо мы убежим. Почему? Потому что наша любовь к себе и к нашей жизни очень сильна. А как насчет того, кто дал нам ее даром? Понимаешь, о чем я? Так что еще одна вещь, которую я хотел упомянуть. Человек может сказать, хорошо, я поклоняюсь Создателю. Но как ты узнаешь, что способ, которым ты поклоняешься Создателю, правильный? Потому что, опять же, помнишь, что Бог, основываясь на его мудрости и его милости, он не предоставил нашему интеллекту и нашему разуму прийти к выводу, как поклоняться ему. Почему? Потому что у нас разные чувства. У нас разный интеллект. Вот почему он посылал пророков и посланников с руководством и чудесами, чтобы показать людям, как поклоняться Создателю. К примеру, ты хочешь купить подарок своей подруге. Ты купишь подарок, который любишь ты, или который любит твоя подруга? Моя подруга. И точно так же мы должны поклоняться Создателю так, как любит он, а не так, как любим мы. Потому что то, как мы любим, может быть субъективным. Да-да. Так что ты думаешь о том, что я сказал тебе до сих пор? Это имеет смысл. Это имеет смысл. Ясно ли это тебе? Ты веришь в единого Бога, и что ты должна поклоняться Ему. Потому что мы должны понимать, особенно, особенно мы, это всемирное явление, и особенно на Западе. Если честно, то мы очень сильно заняты этим миром. Мы постоянно находимся в движении и в работе. Но мы забываем о смерти, что однажды мы должны покинуть эту жизнь. Вот почему Аллах не спослал в Коране, что Аллах никогда никого не накажет, пока на них не будет установлено доказательство. Что это значит? Если кто-то объясняет тебе ислам, приводит доводы, а затем ты отворачиваешься от него, то ты не должна винить никого, кроме себя. Потому что, по милости Бога, ты ведь не знал, что встретишь меня сегодня. Хотя ты сказал, что смотрела видео, но ты видела меня только на YouTube. Но это произошло по Божьему предопределению. Потому что Аллах сказал. Аллах не создал творения, чтобы наказать их. Напротив, он создал их, потому что он хочет, чтобы они были его соседями в раю, понимаешь? Так что, если это ясно тебе, что останавливает тебя, чтобы стать мусульманкой? Извини. Если тебе это ясно, и это имеет для тебя смысл, что останавливает тебя, чтобы стать мусульманкой? Так что тебе следует стать мусульманкой? Да, я только что прочитала и узнала, как молиться и всё такое. Я собираюсь сказать по-арабски, а затем перевести это тебе. А ты повтори земной. Ладно. Хорошо? Это называется свидетельство веры. В основном, ты засвидетельствуешь своим языком то, что в твоем сердце. Так что, скажи. Ты ранее была христианкой? Да. Хорошо. Скажи. Теперь скажем это на английском. Скажи. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад последний посланник и слуга Аллаха. Иисус, слуга и посланник Аллаха. Альхамду лилля, ты мусульманка. Ты знаешь, что ты только что сделала. Ты вернулась к истокам. Ты вернулась к истокам, на которых ты родилась. Ты была рождена, чтобы верить в Создателя. Ты родилась в христианской семье, верно? Они показали тебе неправильный путь. Но теперь ты вернулась на тот, с которым ты родилась. И это правильное поклонение Богу. Я вижу, что у тебя полились слезы. Знаешь, я скажу тебе, смотри. Ты знаешь, почему это происходит? Потому что отныне ты на правильном пути спасения. Я приведу тебе аналогию. Если кто-то скажет мне, что король или правитель одной из стран хочет встретиться со мной, я буду очень счастливым и эмоциональным. Ну а что насчет тебя сейчас? Ты знаешь, что случилось с тобой? Теперь у тебя есть связь со своим Создателем. Тем, кто создал тебя. Тем, кто обеспечивает тебя. И тем, кто дарвал тебе блага. И тем, кто создал твоих родителей. Вот что Аллах, субханаху ата'аля, сказал в Коране. Всему человечеству и всем людям. О, люди, помните о милости Аллаха по отношению к вам. Есть ли наряду с Аллахом другой Творец, который давал бы вам пропитание с неба и земли? Так что, в Аллахе, это является большим благословением. Сколько тебе? Семнадцать. Семнадцать. Ты знаешь, это большое благословение. Знаешь, моя жена, она стала мусульманкой, когда ей было четырнадцать. Она поняла, что ислам – это истина.